Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Исход» 20 глава, 14 стих, мы зададимся вопросом. Почему в законе Божьем сказано «не прелюбодействуй, а не блуди»? Казалось бы, логичнее было бы эту заповедь озвучить словами «не блуди», а сказано «не прелюбодействуй». Во-первых, давайте обратим внимание на предшествующую заповедь «не убивай», «не убей». На самом деле ответственность за нарушение этой заповеди это не только убийство, но и самоубийство, и суицидальное разрушение собственного здоровья, и несоблюдение санитарных норм, все это относится к этой заповеди «не убей». Но она озвучена как «не убивай», то есть самым серьезным проступком в череде подобных деяний. Так и здесь «прелюбодеяние» показано как самое страшное преступление против целомудрия. Не блуд, а именно «прелюбодеяние». Почему? В наше время христиане очень болезненно переживают, когда люди впадают в блуд, какие-то половые извращения, а если муж разводится с женой, к этому относятся спокойно, иногда даже с пониманием. Но смотрите, что говорится в Евангелии от Матфея, 19 глава, с 3 по 6 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И святитель Иоанн Златоуст, это его гамилия на Евангелие от Матфея, он пишет, «Потом, представляя, как страшно нарушать это повеление и утверждая закон, не сказал, и так не расторгайте, не разделяйте, имеется в виду брак. Но, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Если ты ссылаешься на Моисея в связи с тем, что Моисей разрешал давать разводное письмо, Златоуст продолжает, «то я указываю на Господа Моисеева, и при том утверждаю древность установления, сотворившие вначале мужчину и женщину сотворил их». И этот закон есть самый древний, хотя и вводится, по-видимому, теперь только мною, и установлен с особенным тщанием. «Не просто Бог привел мужа к жене, но велел оставить и матерь, и отца, и не просто приказал прийти к жене, а прилепиться самими словами, показывая нерасторжимость», то есть брака. Но и этим не удовольствовался, он еще потребовал другого соединения, теснейшего, и будут говорить два одной плотью. Таким образом, мы видим, что самое страшное преступление – это ни блуд, ни половые извращения, конечно, это грехи, за которые люди, если не раскаются, попадут в ад, но самое страшное – это когда муж бросает жену или жена бросает мужа. Почему? Первое послание Коринфянам 6,18 сказано, «Облудник грешит против собственного тела». Против собственного тела. Это некая частность, ужасная, печальная, скверная, но частность. А когда человек разрушает то, что Бог сочетал, ведь сам Бог сказал, плохо быть человеку одному, и человек, мужчина или женщина, бросает свою супругу или супруга, это хуже любого извращения, хуже любого блуда. Ибо семья – это образ домашней церкви, и это и есть церковь в ее домашнем измерении. Поэтому это и грех раскола, и вызов Божьей заповеди. Это все, что угодно. И охранять святость брака предназначена эта заповедь, не прелюбодействуя. Ведь когда происходит бракосочетание, то муж и жена, точнее, сначала жених и невеста, они клянутся верностью друг другу перед крестом и Евангелием в присутствии священника и свидетелей. Вы думаете, что свидетели в таинстве венчания для того, чтобы только венцы держать? Нет. Они будут на страшном суде свидетельствовать о том, сохранила ли эта семья верность или нет. Ибо то, что Бог сочетал, человек не имеет права разрушать. Поэтому, хотя любой грех против половой целомудренности он ужасен по-своему и суицидален, но грех прелюбодеяния, а чем отличается прелюбодеяние от блуда? Блуд – это то, что совершают люди свободные от брачных отношений. А прелюбодеяние – это самое страшное, когда муж изменяет жене, а жена – мужу. Да защитит нас Господь от подобного ужаса. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще один вопрос по Священному Писанию. Если будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы соберемся опять и будем беседовать по трудным, сложным местам Священного Писания. Чтобы вам не пропустить новый эфир, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!